Год российского кино в Архангельске отметили с размахом. Такого количества заезжих звезд столица Поморья не видела со времен кинофестивалей «Созвездия» и «Сполохи». И что ни имя, то поистине народный артист. Торжественно открыл год кино в феврале оскароносец народный артист России Владимир Меньшов. В этом году у нас снимался фильм «Мама» в главной роли народная артистка Советского Союза Инна Чурикова. Три в одном – литературная классика, опера и кинематограф. Такой получилась новая лента режиссера Павла Лунгина «Дама Пик». В Архангельске «Маэстро» лично представил фильм за неделю до начала его официального проката. Образ Германа очень близок к современным молодым людям, которые не верят в справедливость, не верят в образование, не верят в то, что можно честными путями достичь чего-то в жизни. Народный артист России, лауреат Госпремии Лев Догин привез в Архангельск постановку вечного романа о подвиге и единении народа перед лицом Великой Войны. Братья и сестры, этот спектакль уже 30 лет живет в репертуаре малого драматического. Попытались сделать то, что невозможно, дважды войти в одну и ту же воду. Ребята снова совершили путешествие на Пиннигов, снова были в Веркале. И я вот на сегодняшний день могу сказать, что при всем при том, что у меня прекрасные, интересные роли в театре, и Чехов, и Шекспир, я все равно считаю, что братья и сестры – это мой самый любимый спектакль и самая любимая роль. В этом году исполнилось 55 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос. В юбилейный год архангелогородцы смогли пообщаться с Ярославом Жолниным. Он сыграл главную роль в фильме «Гагарин. Первый в космосе». Пару раз перетрухал я в самолете, когда начинались там сложные пируэты. И тогда я понял, что это прям, когда ты не управляешь самолетом, но делаешь вид, тогда я пару раз упирался в потолок руками. Мастер-класс для детей с ограниченными возможностями провел в поморской столице известный актер Сергей Перегудов. Артист рассказал о закулисной жизни театра и о том, как снимается большое кино. Перегудов – большой актер, лауреат Высшей Петербургской театральной премии «Золотой софит», позволил себе рядом с особенными детьми самому стать ребенком и спеть голосом Михаила Боярского. И под занавес года кино в Архангельске прошел пятый международный фестиваль любительских и профессиональных фильмов и телепрограмм «Берегиня». География участников завораживает от Онежской глубинки до Испании. В этом году в конкурсном листе было 105 фильмов. Дипломы «Берегиня» отправились в разные уголки нашей страны и даже за рубеж. Ну и ярким событием станет приезд режиссера Андрея Кончаловского. Он посетит наш город уже 25 декабря и представит свой фильм «Рай», где в главной роли снялась его супруга Юлия Высоцкая. Так что в этом году архангелогородцы смогли вдоволь насладиться общением с именитыми артистами и почувствовать себя частью большого кино. Алексей Шемякин, 7 дней в регионе.